Я рад приветствовать всех в Blender 2.81 и давайте разберемся как здесь сделать именно тело, заготовку для персонажа. Возьмем удалим этот куб, нажимаем на него и делит на клавиатуре. Все клавиши можете видеть здесь в боку. Также теперь заходим в Add, нажимаем Mesh и находим UV-сферу. Добавим ей немножко подразделений. В принципе можно и так обойтись, но тогда не будем давать. Давайте Madcap и какой-нибудь материал выберем. Более-менее, чтобы было видно. Пусть будет глина. Так, теперь что делаем? Нажимаем Transpose, немножко это кверху приподнимаем, колесиком чуть можно уменьшить, вот так вот поставить чуть повыше и клавиша S немножко уменьшим размер вот этой сферы. Следом включаем select box, нажимаем Shift D и опускаем, дублируем сферу. Смотрим с разных ракурсов, как да что, если нужно. Это клавиша G английская поправляем. Красная полоса это ось X, работаем по ней. Теперь опять же жмем S уменьшаем и немножко G приподнимаем кверху. Это будет шея. Можно теперь переключиться вот на первую нашу сферу и теперь транспозом немножко все это дело вытянуть, ну типа голова. Ну вот такая уже получилась заготовка. Select box нажимаем, если не нужен транспоз и нажимаем опять же вот на ту сферу, которая нам нужна. Будем делать полностью со сфер. Жмем теперь Shift D, это вот опять же дублирование. И вот так все это дело теперь опускаем ниже шеи. Жмем английскую S, вытягиваем и G поправляем, опускаем чуть-чуть пониже. Смотрим с разных ракурсов, чтобы все это дело более-менее симпатично установилось. Все это потом будет дорабатываться, подправляться, так что это пока будет болванка. Сильно акцент на не ставьте на том, где что находится, а пока компонуем именно каркас. Ну надо теперь вот поработать вот с этой сферой. Давайте зайдем теперь в Edit Mode. Приблизим все это дело. Shift зажатое колесико перетаскивает по экрану. И сделаем вот такую штуку. Включим рентген. Выделяем вот эту вот часть, вот эти вершины. И теперь G жмем и вот так вот вытягиваем. Получается вот такое типа плечо. Следом вытягиваем вот эту часть. И вот так вот выделяем. Немножко вот эту часть можно вдавить. Общие корректировки сильно делать не надо. Потом все это будет скульптиться и так далее. Ну вот что-то в таком духе получается. Можно вот здесь вот еще немножко в G и увести в бок. Так побольше взять вершин и немножко вот так увести. И немножко вот эти вот вершины тоже нижние. Немножко вот так вот и по конусам. Жмем табуляция. Смотрим вот такое что-то казусное получилось. Не беда. Заходим в модификаторы и находим миррор. Нажимаем по Y. Все применяем. В принципе пойдет. Пока заготовка устраивает. Переключаемся на шею. Можно один на нампаде включать два и смотреть разные ракурсы. Тройка. Теперь все это делаем. Shift D дублируем. И ставим вот сюда вот. Под низ чуть-чуть делаем S. Прибавляем чуть-чуть. И немножко G вгоним в тело. Ну вот так где-то. Теперь опять же делаем Shift D дубликат и под эту сферу устанавливаем и S жмем. Вот так. G опять же припускаем. Смотрим как установился таз. Чуть его корректируем. Вот такая получилась заготовка. Так. Наверное. Не. Небольшая пойдет. Ну и теперь можно опять взять именно с шеи сферу Shift D нажать. Опустить вот сюда. И еще одну сферу Shift D опустить под эту сферу. Теперь транспозом можно все это дело вытянуть. Вот таким образом. И припустить вот на это место. Чуть-чуть увести вбок. И немножко перекрутить. Вот так вот. Select Box. Shift зажатое колесико приподнимаем. И теперь Shift D делаем вот этой части тоже дубликат. Все это дело выставляем. Смотрим с разных боков подгоняем. Ну и добавим колено. Вот эту сферу Shift D поставим вот сюда. Немножко G подкорректируем. Ну вот что-то в таком духе вырисовывается. Можно теперь вот это все выделить. И немножко S подкорректировать. Именно размер. Чтобы слишком большая не была. G немножко приподнять. Так. Ну в принципе можно сдублировать вот эту вот ногу. Ну давайте попробуем сделать отдельно. Так. Вот эту ногу надо немножко еще G и на сферу натянуть. Вот таким вот образом. Теперь дублируем Shift D вот эту вот шею. Ставим вот сюда. И теперь жмем английскую S. Немножко вот так вытягиваем. И G корректируем. Будет зад. Немножко вытягиваем с помощью транспоза. Ну вот так установился зад. Теперь отключаемся. Включаем Select Box. Опять берем сферу. Shift D. Опять ставим ее сюда. И с помощью транспоза опять же можно все это дело вытянуть. Вот так вот. Select Box. И английская S. Английская G. Смотрим с разных сторон. Как все это дело тут устанавливается. Можно сюда еще тоже добавить сферу Shift D. Вот так. И немножко ее S уменьшить. Вот так. Смотрим как установилось. Немножко опять же подгоняем к плечу. И делаем дубликат вот этой части. Теперь делаем опять же Shift D. Перетягиваем сюда. И немножко ставим в Shift D вот эту вот локоть. Так. S английская. И G. Вот так вот. Немножко еще наверное S. И G. Ну вот что-то в таком духе. Вот эту часть немножко можно S уменьшить. Вот эту часть немножко R перекрутить. И G приподнять. Вот так. Ну и наверное вот эту часть не будем на ее трогать. Шею чуть-чуть можно теперь уменьшить. S. Ну в принципе вот такая заготовка получилась. Немножко наверное приподнять зад. G. Вот так. Ну и еще вот эту сферу взять. Shift D и ставим вот сюда на грудь. И S чуть-чуть прибавляем. Вот так. И немножко G вытягиваем. И немножко G вбок. Вот так вот. Вот эту чуть-чуть. G. Ну вот получилась вот такая заготовка. Руки делать не буду. Потому что еще вот хочу такой же способ рассмотреть, как в ZBrush делать. Выделяем. Жмем. Shift J. А, Ctrl J. Пардон. Объединяем все вот эти вот детали. Вот теперь они все вместе объединились. И жмем модификаторы и Mirror. Вот такая болванка получилась. Теперь можно переключиться в Sculpt Mode. Вот и это дело все пролепливать, дорабатывать где-то плечи, где-то все это дело выглаживать, добавлять колени, мышцы и так далее. Вот уже простой вариант. Ну давайте теперь разберемся, как это все дело делается в ZBrush. Погнали. Сделать здесь. Заходим в Tool. Находим сферу. Вытягиваем ее. Ставим Edit. Жмем Make Polymesh. Теперь заходим в Geometry. Нужно сделать ей Dynamesh в этой сфере. И теперь включаем Move, Gizmo. Уменьшаем ее вот так. Делаем сразу дубликат, потому что будем работать со сферами только. И теперь дубликат опускаем ниже. Shift. Левая кнопка мыши выравнивает модель. Теперь за квадратик желтый тянем. Это будет шея. Поднимаем ее чуть-чуть повыше. Сейчас приближу вот так, чтобы вам виднее было. И погнали. Теперь можно делать опять же Shift D. Дублировать. Но это будет привязка к одному саптулу. Нам нужны разные саптулы. Будем делать дубликаты. Так, теперь опускаем эту сферу вниз. Растягиваем ее. Немножко вот так вот увеличиваем. Вот до таких размеров. Переключаемся на Draft. Включаем кисть Moft Apology. Увеличиваем Draft Size. Ставим X английской симметрии. И все это дело вот так вот немножко вытягиваем. Вот таким вот образом. Draft Size теперь можно опять же уменьшить. Зажатый Alt и левая кнопка мыши передвигает модель по экрану. Переключаемся на одну сферу. Выбираем именно вот эту будет рабочая. Ее немножко еще можно уменьшить, раз эта шея. Вот таким образом. А вот голову можно немножко еще вытянуть. Вот так и немножко сплюснуть. Вот таким вот образом. Смотрим с этой стороны и с этой стороны ее тоже подкорректируем. Так, шея все равно кажется большеватая. Так, грудь немножко расширим. Вот до таких размеров. Все это потом подкорректируем. И переключаемся на шею. Делаем опять же ей дубликат. И перетягиваем вниз. Вот так. Немножко это дело все прибавляем. И уводим в само тело. Будет типа ребра. Теперь делаем дубликат. Уже можно этой сфере делать. Делаем ей дубликат. Опускаем ее ниже и делаем таз. Вот таким вот образом. Чуть-чуть пониже опускаем. Теперь дублируем дубликат вот эту сферу. И можно ее немножко увеличить. Вот так вот. Подводим ее под низ. Делаем именно таз. Переключимся теперь на мофт топологи. Опять же дров сайз побольше. Х симметрию включаем. И вот так все это дело корректируем. Немножко вот здесь вот так поджимаем. И немножко вытягиваем. Получается что-то вот в таком духе. Немножко тазовую кость подровняем. Немножко подсплю с ним. Вот так вот. Вот таким вот образом. Все. Таз намечен. Пока визуально. Без проработок. Без ничего. Теперь нам нужна именно вот эта сфера. Мы ее опять дублируем. И теперь с помощью мофт вытягиваем вот сюда. И немножко уменьшаем. Делаем типа шарнир. Смотрим с разных сторон как она здесь легла. Вот таким вот образом. Большую делать слишком не надо. Работаем с одной стороной. Именно от меня левая. Для вас будет моя правая зеркалка. Так. Теперь. Альт. Зажатый левая кнопка мыши. Все это дело дублируем опять же. И опускаем вниз. Вот сюда вот уводим. И теперь все это дело вытягиваем вот так вот. Подставляем к шарниру. Смотрим с разных сторон. Шифт. Левая кнопка мыши выравниваем. И работаем теперь опять же с мофт топологи. Вот так все преобразуем более-менее в ногу, в бедро. Прибавляем вот эту часть. Добавляем вот эту. И немножко уводим вот сюда вот так вот. Вот таким вот образом. Можно шифтом все это делать. Чуть-чуть выглаживать. Шифт. Левая кнопка мыши. Так. Вот эту часть чуть-чуть вот так. Немножко вот таким вот образом. Все. Намечено. Теперь можно уже продублировать вот эту вот часть. Мы ее теперь делаем дубликат. И теперь с помощью мов опускаем ниже. Вот так. И немножко уменьшаем. Теперь делаем дубликат в какой-нибудь сфере. делаем ее вот так. И перетягиваем на колено. Вот таким вот образом. И немножко все это дело опять же уменьшаем. И подтягиваем именно вот сюда вот так. Теперь переключимся на голень. И немножко ее переделаем. Она здесь чуть-чуть другая будет. Вот так вот. Заднюю часть чуть-чуть вытянем. Где голеня. И немножко надвинем на саму вот эту часть. На колено. Ну вот уже заготовка получилась. Ее можно немножко подкрутить. Допустим, используя мов. Немножко выкрутить. Немножко увести. И вот эту часть немножко тоже выкрутить. Немножко увести и приподнять. Теперь немножко поработать. Надо найти это колено. Колено мы тоже уведем. Немножко вытянем. Немножко уменьшим. И немножко еще вот так вот подведем именно вот эту часть. Чуть-чуть перекрутив. Вот таким вот образом. Смотрим, что получается. Получается вот такая заготовка. Можно теперь ногу эту всю объединять и делать ее работать уже полностью с ногой. Ну, нам нужно теперь добавить именно вот эту часть возьмем поближе, которая добавим теперь руку. Поднимаем так. Ctrl-Z делаем дубликат. И теперь приподнимаем вот это все дело. Сюда выводим. И вот так все это дело вытягиваем. И уменьшаем. Рука тут поменьше. Вот таким вот образом. Так. Еще немножко можно ее уменьшить. Вот так. Уменьшаем Draw Size. Немножко здесь вот так вот прибавляем. Вот эту часть. А вот эту часть можно немножко вот так вот вплюснуть. и немножко уплотнить. Смотрим, как она тут установилась по плечу. Можно ее немножко подвести чуть-чуть дальше. Ну, и вот эту часть можно Shift-D нажать. Нажимаем тогда Ctrl и вытягиваем левой кнопкой мыши вот так. И немножко перекручиваем вот таким вот образом. Еще немножко поработаем с ней. Здесь вот так вот придавим с разных сторон. И Shift-D немножко ее выгладим, чтобы она уменьшилась. Так, берем теперь какую-нибудь сферу. Поменьше. Вот давайте с шеей возьмем. И теперь делаем Ctrl. Левая кнопка мыши. Делаем дублирование, потому что уже они на разном расстоянии. Можно уже так делать. Ставим. И теперь все это дело уменьшаем. Вот так вот. И переводим типа локоть. Можно даже немножко припустить и чуть-чуть сплюснуть. Вот так. Ну вот, получилась заготовка, болванка именно будущего персонажа. Теперь все это дело нужно объединить. Как это делаем? Заходим опять же в Subtools. Merge. Нажимаем Merge Down. Жмем автоматически. И погнали все это дело объединять. Вот у нас теперь один Subtool. Разбитый на разные поли группы. Вот такая получилась штука. Теперь заходим в геометрии. Находим Modify Topology Mirror and Well. По иксу. И вот уже хороший получился персонаж. Теперь можно не заморачиваться. Взять вот эту кисточку MME TOOM и выбрать какие-нибудь ноги, руки. Ну вот пусть вот это будет нога. Так, давайте без пальцев возьмем что-нибудь. наподобие, наверное, вот этой. Alt, левая кнопка мыши. Зажимаем, вытягиваем. Переключаемся на какой-нибудь, на какой-нибудь стандарт, допустим. И с помощью MOV и Gizmo вот так все это дело просто подставим, чтобы уже не заморачиваться. И немножко ее можно растянуть, подкорректировать, подогнать. Все это потом с этим будем еще работать. Так что нам нужна просто болванка с ориентирами. Ну и опять же, Miro, N12. Нажимаем. Все, получаем. Вот такие вот заготовки ног. Так, теперь нам нужны руки. Ctrl, левая кнопка мыши, снимаем выделение. Ну и опять же, используем доступную кисть MME TOOM. Здесь вот возьмем именно кисть. Возьмем пятипалую, вот эту. Можно включить X и вытянуть две руки. Вот так вот. Правая кнопка мыши Alt крутит, вертит, выравнивает. И вот так все это дело перекручиваем, подгоняем. Немножко припускаем и уменьшаем. Так, смотрим с разных сторон. Еще можно немножко уменьшить. И немножко даже вытянуть. И еще уменьшить. Снимаем выделение. С этим делом уже можно работать где-то, прорабатывать мышцы. Но надо добавить теперь зад и грудь. Если это будет женский персонаж Append, добавляем в сферу. Опять же переключаемся в саптулах на нее. Заходим в геометрию и делаем всему этому дайна мышь. Мов уменьшаем. И левая кнопка мыши крутим в модель. Shift, левая кнопка мыши выравниваем. Чуть-чуть все это дело подгоняем, подставляем. Находим где у нас зад. Немножко вытягиваем в сферу. Немножко можно сплюснуть и немножко подтянуть вглубь. Вот так вот. Чуть-чуть еще уменьшить. Вот таким, наверное, образом. Вот так вот. Чуть-чуть еще увести вбок. Делаем Modify Apology Mirror and Well. Теперь у нас две половинки вот так соединились. Ну и можно их просто... Ctrl, левая кнопка мыши продублировать и поставить на грудь. Чуть-чуть перекрутить. Немножко уменьшить. Подать чуть-чуть в грудную клетку. И немножко еще уменьшить. Вот таким вот образом. Немножко расширить. Смотрим, что тут получилось. В принципе, все нормально, все хорошо. Вот такая заготовка женской модельки. Болванки. Снимаем Ctrl выделение. Все это дело теперь в саптулах опять же можно объединить, переключившись на верхний саптул. Иначе не будет объединять, Merge Down не появится. И вот мы имеем разные полигруппы. Можно работать так вот с моделью. Но можно все это дело объединить и сделать единую полигруппу, чтобы уже с ней работать. Жмем Ctrl W. Вот вы видите, что полигруппы объединились. Так, документы, темный экран уберу, чтобы посветлее был. Ну и теперь можно все это дело объединить. Вот Dynamesh у нас включен. Ctrl снимаем маску. Ну и сейчас все, все вот эти саптулы скрепились, соединились. Вот такая получилась штука. Теперь, если вы будете работать с лепкой, Shift, допустим, вы выглаживаете. Вы видите, как все тут сглаживается. Вот таким вот образом. И берете любую кисточку, допустим, Clay Builder. Чуть-чуть уменьшаете. Интенсивность на двоечке. Я всегда работаю редко на тройке. И Alt зажатый. Он вдавливает. Если вам где-то нужно что-то вдавить, то вдавливает. Shift выглаживает. Рёбра можно уже вот так вот долепливать. Где-то добавлять какие-то части. Вот, допустим, плечи. Мышцы какие-то можно добавлять. Где-то зад можно здесь чуть-чуть уже повдавливать, подкорректировать. Вот здесь где-то вот так вот можно преобразовать. Чуть-чуть всё это сделать. Глажа. И верхнюю часть вот эту пальцем немножко вот так вот на конус вывести. Так, рёбра немножко добавим. Переходы добавим. Вот таким вот образом. Добавим чуть-чуть плечи. Здесь вот так вот тоже переход. Шею тоже можно shift выгладить. Вот так вот. Руки тоже уменьшить. Где-то поработать альтом. Где-то shift, где-то добавить бицепс, где-то добавить переход именно к груди. И немножко грудь можно уже с помощью мофта полоджи немножко подкорректировать. Где-то какую-то часть вытянуть, где-то спину немножко, крылья добавить. Здесь где-то выгладить, где-то добавить косточки. Вот таким вот образом. Здесь тоже выглаживаем. Грудь немножко делаем помягче. Немножко вниз уводим. Немножко поработаем с задней частью. Здесь вот можно добавить. Живот немножко прибрать. Немножко добавить вот этих частей. И вот так всё это дело теперь делается. Можно немножко замаскировать, если у вас угол какой-то не получился. Ctrl-I и с помощью ротации, отключенной Gizmo, можно вот так всё это дело немножко отвести. С помощью мофт можно ещё дальше чуть-чуть подкорректировать. Снимаем маску. И всё, здесь вы можете теперь наносить уже мышцы, прорабатывать голову. Допустим, можно вытянуть немножко вот так. Лоб где-то добавить, где-то шею чуть-чуть увести. Где-то крылья немножко припадать вниз. Вот так вот. Ну и теперь, уже делая именно в миксах, как что устроено, добавляете анатомию. Вот на эти части. Где-то вот здесь вот так. Всё это сглаживаете. Добавляете немножко округлостей. Добавляете вот эти вот косточки. Можно добавить также уже живот. Опять же, выглаживая, не забываем. Ну и здесь вот добавим ребра. Вот так вот. Ну вот получается вот такая вот болванка. Вот такая заготовка, используя только сферы. Всё, всем пока. До свидания. Лайк, дизлайк, как обычно. Если кому-то поможет такой вариант, буду рад. Вот так вот. Продолжение следует...